МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Начну выпуск с новости, о которой говорит вся страна. Президент России Владимир Путин потребовал решить жилищную проблему жителей Березняков и наказать виновных в затягивании переселения граждан из аварийных домов. Утвердить план действий необходимо до 1 декабря. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Владимир Путин потребовал рассмотреть вопрос о причинах неиспользования средств федерального бюджета, выделенных в 2014-2015 годах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Березняки и по результатам принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, виновным в затягивании решения данного вопроса. Также глава государства указал на необходимость соблюдения норм безопасности в компании «Уралкалий». Далее цитата. Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения по «Уралкалий» законодательства, регулирующего вопросы планирования и осуществления закладочных работ в шахтах, а также деятельности Ростехнадзора в части осуществления надзора за проведением указанных работ. В компании «Уралкалий» заявили о готовности сотрудничества с властями. Проверка деятельности «Уралкалия» является частью комплексной проверки выполнения программы переселения из аварийного и ветхого жилья и строительства нового жилья в Березниках. Эта программа финансируется как из бюджетных средств, так и из средств компании. Свои обязательства по финансированию мы выполнили в срок и в полном объеме. Очевидно, что часть вопросов данной проверки связаны с работой предприятия, и компания традиционно готова к тесному сотрудничеству с органами прокуратуры по всем возникшим вопросам. Компания осуществляет работы по закладке выработанного шахтного пространства в соответствии с техническими проектами и планами развития горных работ в объемах, необходимых для обеспечения безопасности эксплуатируемых рудников. Работы по закладке ведутся высокими темпами. В первую очередь закладка осуществляется под объектами наземной инфраструктуры в соответствии с рекомендациями научных организаций и контролирующих органов. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем об итогах проверки в наших следующих выпусках. К другим темам. Сегодня ночью в районе второго пруда автомобиль марки «Пежо» по непонятным причинам вынесло на встречную полосу. Екатерина Федорова продолжит. Молодой человек. Водитель «Пежо» скорее всего не трезв. Сладко спит в машине после аварии на заднем сидении. Похоже, мужчина еще не понимает. Только что чуть не убил себя и того парня, который ехал на встречу по всем правилам. У второго водителя, между прочим, опыт безаварийного вождения больше 40 лет. Александр ехал из сада и уже заранее видел. Навстречу ему на огромной скорости летит «Пежо». Я ехал с садом туда, вон отсюда, выехал на встречную. Вон, летел. Я уже прижался к обочине почти. Ну и полностью врезался. Александр, в отличие от водителя «Пежо», не пострадал. Лишь спустя час после аварии, приезда спасателей, полиции, наши съемочные группы, наконец-то приехали медики, чтобы оказать первую помощь пострадавшему. Видимо, скорых в нашем городе все-таки не хватает. Водителя «Пежо», лихо вылетевшего на встречку, перелом руки и повреждение грудной клетки. Медикам пришлось долго уговаривать предположительно нетрезвого мужчину выйти из машины. Вот! Да бей, стойте! Вот, все нормально. «Пежо», скорее всего, восстановлению не подлежит. Удар был такой силы, что из коробки передач вырвало привод. Сработали все подушки безопасности. Они и спасли жизнь лихачу. Хонду восстановить еще можно, правда, нервов придется потратить немало. А пока Александр, владелец Хонды, собирает осколки своей ласточки. Екатерина Федорова, Сергей Калейник, новости на ТНТ. Беспросветная ситуация. Строительство на правом берегу набирает обороты, и туда с каждым днем заселяются все больше людей. Однако дорогу, разделяющую Березники и Усолье, безопасной назвать нельзя. В нашу редакцию каждый день поступают жалобы. На Камском мосту уже месяц нет освещения. Подробности в следующем сюжете. Вот видите, вот сейчас время еще только 8 вечера. А выходные дни, и люди все торопятся, кто в сады, кто на даче, кто куда. Очень много пьяных. Здесь такое движение, что не видно вообще. Мост через Каму. Ирина Сущина каждый день ездит по этой дороге рано утром и поздно вечером. Мост – это объект повышенной опасности и должен освещаться в темное время суток. Но фонари, по словам Ирины, перестали работать месяц назад. Ездить попросту страшно. Особенно, когда туман, видимость вообще метр-полтора, не больше. Очень много встречных машин едет в это время, ослепляет лицо, и не видно ничего. С такой халатностью дорожных служб и до беды недалеко, так думает водитель 23-го автобуса Вадим Сидельников. Каждый рейс на мосту ему приходится быть вдвойне осторожным. На кону безопасность пассажиров. Когда сыра, еще встречка идет, ослепляет, не видно. А когда освещение, так оно лучше все видно. По телефону мы связались с управлением автомобильных дорог Пермского края, в ведении которого и находится наш Камский мост. Оказывается, об этой ситуации там даже и не знали. По факту есть организация, которая содержит, если это локальные дефекты, которые можно установить, прием, с оперативным персоналом. То мы это сделаем. Пермские чиновники обещали разобраться. А пока освещение не восстановят, автомобилистам придется быть особо внимательными. По дороге на другой берег. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Грядущее 9 октября отмечено в календаре как День здорового зрения. К этому дню более тысячи врачей-офтальмологов в разных городах России ждут пациентов, чтобы проверить их зрение и дать рекомендации, как сберечь здоровье глаз в любом возрасте. Александра Зеленина вышла на улицы города, чтобы спросить березняковцев, как часто они проверяют свое зрение. Скажите, пожалуйста, как часто вы проверяете зрение? Редко. Редко. Нынче было зимой. То есть проверяли все хорошо? На работе у нас проверяют ежегодно. Не часто. А прямо сейчас готовы проверить? Да, возможно. Пойдемте. Врачи советуют проверять зрение как минимум раз в год. Бесплатная акция от оптики пришлась как нельзя кстати. Еще бы, здоровый взгляд для Алексея – очень важная тема. Раньше он носил очки. В бесплатную акцию офтальмолога входит проверка по таблице, всем известные буквы ШАБ и компьютерная диагностика. После проверки, которая, кстати, занимает минут 10, специалист дает рекомендации. Пока зрение, острота зрения 1,5, даже больше единичек, это нормально. Но следить и гиенозрение, и гимнастика для глаз. Если много времени проводим за компьютером, обязательно со специальным покрытием очки. Очки, защищающие от вредности нефиолетового спектра, исходящего от экранов компьютеров и телевизоров – это действительно нужная вещь. Специальное покрытие линз дает четкость изображения, и глаза меньше напрягаются. Это просто для компьютера, да? Да, чисто для работы с компьютером, чтобы меньше уставали глаза. Но согласитесь, далеко не у всех зоркий взгляд, как у Алексея. В случае снижения остроты зрения специалисты готовы помочь. Если пациенту необходимы очки, мы рекомендуем ему провести проверку зрения полную по алгоритму, для того, чтобы выписать рецепт. Если он захочет заказать в этот же день очки, полная проверка зрения с выпиской рецепта на очки будет абсолютно бесплатна. Я не смогла пройти мимо такого предложения и тоже решила проверить свое зрение. Тем более, что я, как, пожалуй, большинство людей, очень редко задумывалась о здоровье своих глаз. Проверку зрения я прошла на ура, ну или почти на ура. Однако результат меня порадовал минус 0,8. Честно говоря, я думала, будет хуже. Главное – вовремя понять, что здоровое зрение – это очень важно. И раз уж выпал такой шанс проверить зрение бесплатно, то проверьте и вы. Проверить остроту зрения может любой желающий абсолютно бесплатно. Не первый год по всей России проводятся национальные дни здорового зрения. Салоны оптики «Точка зрения» и «Оптика номер один» в Березняках участвуют в массовом движении и открывают свои двери всем, кому небезразлично здоровье своих глаз. Офтальмологи проверят ваши глаза по таблице и проведут компьютерную диагностику. Подумайте о здоровье ваших глаз уже сейчас. Сейчас специалисты ждут вас во всех салонах оптики «Точка зрения» и в «Оптике номер один» в октябре. А проверили свой почти зоркий взгляд Александра Зеленина, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. И в продолжении темы. Береги платье с нову, а здоровье с молоду. В Рябиновом сквере дети устроили флешмоб. Тема стала самой, что ни на есть актуальной, здоровый образ жизни. Поддержала спортивный настрой праздника и Екатерина Федорова. Дети из разных школ города знают, что такое здоровый образ жизни. И самое главное – это заниматься спортом и, конечно же, зарядкой. Скажи, как тебя зовут? Кира. Скажи, что значит здоровый образ жизни для тебя? Правильно питаться и заниматься спортом. Восхищенные, заинтересованные глаза детей в них можно разглядеть огромное желание танцевать под ритмы зажигательной музыки и осознавать, что сейчас они не просто исполняют танец, а пропагандируют здоровый образ жизни. Приобщают к нему своих друзей, одноклассников и, конечно же, взрослых. Незамысловатые, абсолютно простые движения. Зарядкой занимаются все, никто не стоит в сторонке. Участники флэш-моба подготовились основательно. Яркие и кричащие плакаты, подрастающее поколение выбирает здоровый образ жизни. Что значит придерживаться здорового образа жизни? Надо правильно питаться и заниматься хорошо спортом. Ты занимаешься спортом? Да. Каким? Футболом. Что значит быть здоровым? Это значит не курить, не пить, а еще? На школе и не принимать. Занимаюсь спортом, ем. Каким спортом? Бегаю, прыгаю, ем здоровую пищу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А если вы планируете провести свой выходной интересно, следующая новость для вас. Завтра, 8 октября, в ДК имени Ленина состоится комедийный спектакль с любимыми актерами Людмилой Артемьевой и Николаем Добрыниным. В одном гостиничном номере случаются две абсолютно разные истории отношений мужчины и женщины. В главных ролях популярные комедийные актеры, известные по сериалу «Сваты» и множеству других киноработ. Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты. Харизматичные и экстравагантные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш вечер ярким и запоминающимся. И это была последняя информация выпуска. Далее премьерная серия проекта «За гранью бабий бунт». Приятного просмотра. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова